Встреча с коренной демократической партией России Фактическое отсутствие границы не позволяет как-то регулировать миграционные потоки, не позволяет навести в миграционной политике хотя бы какой-то порядок Организованная этнопреступность, 90% всего наркотрафика, который идет в Россию, бытовая социальная напряженность, религиозный экстремизм Технологическая отсталость Российской Федерации, которая является следствием обилий дешевой рабочей силы Это только небольшой, неполный перечень тех проблем, которые являются следствием фактического отсутствия границ между Российской Федерацией и бывшим Советским Югом А российская власть, вместо того, чтобы быстро и эффективно начать решать эту проблему, делает все возможное для того, чтобы ее усугубить Складывается такое впечатление, что она готова полностью заменить коренное население дешевыми послушными мигрантами, если они будут ее обслуживать и голосовать за Путина и единую Россию Чем вам мешают, собственно, мигранты? Мирные люди приезжают работать Если бы эти мирные люди два года назад не бросили меня под рельсы метро и чуть не убили моего ребенка яйцом из окна 16 этажа, я бы, наверное, здесь сейчас не стояла Но так как все это произошло именно со мной, поэтому я сегодня здесь Их очень много, они находятся в России нелегально, уже по одному этому они создают напряженность Потом, конечно, своим неадекватным поведением, они сейчас уже даже не знают русского языка, не уважают наших обычаев и совершают всевозможные правонарушения, вплоть до того, что убивают наших людей А русские что, не совершают правонарушений? Русские совершают, но нам уже достаточно, наверное, своих, не надо завозить миллионы тех, которые делают это в 10 раз больше У метро ВДНХ, помимо пикета, собирали подписи за введение визового режима со странами Средней Азии и Кавказа Граждане подписывались весьма охотно и не менее охотно говорили почему Потому что у меня было много случаев, связанных с таджиками, узбеками и всем остальным Например, где я живу, их очень много, мне это не нравится, потому что идти в 11 часов вечера после учебы в окружении, их не очень приятно, прямо скажем И когда тебе в спину свистят, улюкают тоже То есть они ведут себя агрессивно как-то? Да, естественно, они все себя ведут агрессивно, это иллюзия, то что все говорят, нет, они такие спокойные, мирные, тихие, нет, это неправда Вы только что поставили свою подпись, которой подтверждаете свое желание введения визового режима со Средней Азии А чем вам мешают приезжие со Средней Азии? Ну, хотя бы пусть русский язык учат Только поэтому? Диаспоры А еще? Ну, пожалуй, все Все заполонили везде, в каждом районе больше, практически половина населения, одни мигранты, таджики, узбеки, дворники, допустим, тоже все узбеки, таджики Ну, может быть, наши не хотят работать просто? Нет, наши хотят работать при зарплате 20 тысяч, когда они половину отдают и живут в тех же подвалах, где и работают Кому отдают? В тот же ДЭС, в ЖЭК, где работают, туда Чиновникам отдают? Да, конечно, чиновникам За то, что они предоставляют им жилье и платят заработную плату На рынках то же самое То есть, захочешь снять в аренду точку, никто тебе не даст этого сделать Потому что, соответственно, они работают за копейки Так может быть, не подписи надо ставить, а систему менять каким-то образом? Ну, систему, если кардинально изменить систему, да, вообще запретить въезд Не надо было изначально разрешать его при Лужкове въезд сюда их И все Рабский труд мигрантов выгоден чиновникам К примеру, декларируя высокую зарплату дворникам Чиновнички кладут половину себе в карман Используя бесправие гастарбайтеров Рязанскому же Ивану дворникам в той же Москве не устроится Он не согласен вкалывать за гроши и поощрять коррупцию Вот и получается, что на словах гниды-коррупционеры Настоящие интернационалисты Обзывающие всех, кто против, чуть ли не фашистами Вранье, конечно, но бандиты врут всегда Если бы космические пришельцы стали платить дань нашим чиновникам Последние, безусловно, открыли бы безвизовый режим Хоть с Альфа-Центаврой Бизнес, ничего личного, на народ плевать Саша Сотник, Дмитрий Милехин, Политвестник ТВ Вам удобно, что безвизовый режим Владимир Владимирович Вводит между Средней Азией и Россией? Конечно, удобно Скажите, а вот вы сами откуда? Таджикистан Таджикистан А там для вас нет работы совсем, да? А я уже 12 лет здесь живу, мне нравится, мне устроится здесь Там есть, но просто люди привыкли здесь, уже живут здесь нормально А как вы относитесь к тому, что вот такие пикеты выставляют? Ну, как относить? Пускай сами думают, как к себе относят Я отношусь нормально А вас как зовут? Саша Саша вас зовут, спасибо И у вас и семья тут, да? Семья, здесь и документы, все как предлагаются, так же живем Спасибо Все.